Добрый день, друзья! И сегодня мы будем говорить про новости инфодайвинга за эту неделю. На самом деле, неделя выдалась классной, жаркой, с чудесной погодой, с чудесным летом и с чудесными нашими глубинными погружениями. И самая интересная, наверное, сегодня умопомрачительная новость, я сразу ею шарашу, это то, что погрузившись на глубину, войдя в очень глубинные структуры психики, теневые, там, где живет страх, там, где нас пугают демонами и дьяволами. Из этой части мы рассмотрели, как работает прощение и как работает благодарность. И вы знаете, оказывается, никак. То есть на более поверхностных уровнях, которые человек способен осознать, именно эти две техники – благодарность и прощение – помогают завершить игру и замереть в точке на какое-то мгновение, в моменте здесь и сейчас. А дальше идет разворот новой игры. И вот эту новую игру, если человек не успел сформировать сам, то она будет формироваться зеркально, как и должна была формироваться по программе, если бы вы не прощали и не благодарили. И вот это удивительный момент в глубинах психики, который не дает человеку возможности не быть осознанным. В противном случае он будет проживать одно крыло бабочки, другое крыло бабочки, одну часть восьмерочки, другую часть восьмерочки. И ему кажется, все, он завершил эту игру, а нет, он заходит на нее с другой стороны. Вот он был победителем, и вот он побежденный. Вот он был рыцарем, вот он уже жертва, и так далее. И это все крылья, которые идут автоматически. И вот ему кажется, я прощаю и благодарю. И у него есть момент, вот этот момент, когда простил и отблагодарил, именно в этот момент есть шанс вставить другую игру, именно вставить. Если вы этот момент профукали, то дальше развернется другое крыло бабочки. И это, конечно, для нас было удивительно. Мы же всегда считали и учили, что радикальное прощение и благодарность вот просто переписывают, подстегивают другие миры и так далее. Оказалось, это на самом деле так. Они дают возможность, потому что ничто другое больше не дает эту возможность. Но этой возможностью люди пользуются крайне редко. Для этого нужна очень высокая осознанность. И, наверное, вот момент, когда вот это мгновение можно расширить, для того, чтобы сформировать осознанно другую игру, видится только из глубин психики. Здесь кажется, что времени предостаточно, потому что его здесь нет. И можно действительно вставлять другие сценарии, другие сюжеты. Но это совсем другая история и другие знания. И погрузившись на эти глубины и глядя на то, как человек проявляется снаружи, а мы вот сегодня уже захватим какие-то моменты, чтобы наблюдать, как мы проявляемся снаружи, у нас вдруг резко начало опять меняться восприятие. Мы начали еще глубже видеть причины болезней. Еще быстрее пошли результаты у тех, кто нам пишет, потому что мы же все сразу привязываем на результат в материальном мире. И мы взяли сразу 5 параметров, основных параметров жизни человека. Пока в рекламу выставили два, готовим третий, но будет всего 5 параметров, которые мы из глубины разложим на наших семинарах и тренингах осенью. Специально, когда мы вышли вот на эти пласты и поняли, что здесь ничего человек не может изменить, если он не зайдет с этой вот историей. То есть на поверхностных слоях это надо все время ловить этот миг, 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 а человек его упускает, упускает, опускает, и потом жалуется, что он упустил. А вот действительно остановиться и осознанно создать и запустить новый вариант можно слишком с больших глубин. Это, по сути дела, из зеркала, когда вы осознаете, как работает не подсознание и надсознание, а как работает само зеркало. Итак, но об этом всем подробно мы пишем в книге «Инфодайвинг. Глубина», которая уже к концу лета будет в продаже. А следующей хорошей новостью, которая сегодня к нам пришла, это то, что книга «Инфодайвинг. Коллективное. Бессознательное» выходит сегодня из печати. Сегодня ее должны забрать, загрузить в багажник нашей любимой Ирочки, и Ирочка отправит все предзаказы. Магазин наш уже работает, и вы можете заказывать книгу «Инфодайвинг. Коллективное. Бессознательное». И, соответственно, книга «Инфодайвинг. Знания» уходит на предзаказ. То есть это уже книга, которая ожидает очереди в печати. То есть мы издательство нормально таки загрузили работы. Они не успевают нам отпечатывать одну книгу, как к ним прилетает следующая. Итак, по результатам, которые были у нас на этой неделе. Нам написала мама Александра, она написала про своего Диму. Дима живет и учится в Голландии. И вот учителя рассказывали с восторгом о изменениях у Димы, о том, как он развивается, как он учится, и как пошел диалог, как он осознанно мог попросить зонтик, найти зонтик утерянный и так далее. То есть он уже в бытовых вопросах абсолютно нормально начинает ориентироваться, разговаривать, причем не на одном языке, а как минимум голландский и русский. И более того, у него появилось увлечение девчонками. Он им уже машет из окна и просится с ними гулять. Смотрите, когда мы видим такие проявления, мы не можем больше говорить вообще об аутизме, это глупо. Да, нормально, ребенок пошел развиваться, у него уже есть подруги, у него есть интересы, он может коммуницировать, он может найти потерянные вещи, оставленные где-то, он может, он проявляет самостоятельность. То есть это все про развитие, про осознанную жизнь. А еще на этой неделе написала нам мама Жорика. Вообще Жорик уже давно пошел в развитие, и он так плавно ждет маму, когда мама подтянется, а мама все время смотрит на чужих детей, а про своего периодически забывает. И вот когда она фиксирует и сравнивает Жорика с другими детьми, вдруг до нее доходит, что, блин, а у нее же тоже с сыном все нормально. Вот это становится интересным. И, кстати, вот эта же тема есть очень у многих мам. Мамы все время пытаются своего ребенка сравнить с другими детьми и выделить. И вот интересно, мамы здоровых детей, они всегда выделяют своих детей в плюс. Мой умнее, мой красивее, мой активнее, мой. А мамы, у кого детям поставлен аутизм, выделяют своего ребенка в минус. Ой, а соседский может это, а мой это не может. А соседский уже едет на велосипеде, а мой только учится. Заметьте, мамочки, как вы реагируете на детей. Так вот, когда вы так реагируете на своих детей, даже тем, у кого еще не поставлен диагноз, вы им сами навешиваете этот диагноз. Вы им его формируете. Вы сравниваете своего ребенка в худшую сторону. Мой этого не может. Нет, ваш этому учится. И вы умеете видеть и ценить то, что он умеет. У него на самом деле много достоинств. Просто вы его достоинства нивелируете, а недостатки подчеркиваете. А надо наоборот. Помните, как у Эдисона, которого исключали со школы, его мама, когда прислали со школы письмо, не прочитала. Сказали, что он слишком гениален, чтобы учиться в этой школе, и поэтому она переведет его в другую. А на самом деле его исключали из школы, потому что считали его недоумком. И лишь после смерти матери он узнал, что она его обманула. Но он всю жизнь верил, что он гениален. Мамы, вы закладываете информацию о гениальности своих детей. И вы же туда закладываете информацию, что они не такие недоумки, что они недоразвитые и так далее. Это все делаете вы. Учитесь видеть детей здоровыми. И еще один наш ребенок начинает нормально питаться. У него восстанавливается ЖКТ, восстанавливаются отношения с мамой. И мама нам присылает письма, фото, прямой взгляд, указательные жесты, речь и все. Ребенок очень быстро набирает обороты, потому что очень большой осознательный процесс идет в маме. Я говорю о Даяне. О нем вы можете прочесть тоже на сайте puk.by и посмотреть новости за эту неделю. Еще у нас на этой неделе вышел новый подкаст. Он называется Друкарня инфодайвинга. В этом подкасте мы будем рассказывать о наших книгах и отвечать на ваши вопросы. Но все вопросы должны быть в видеоформате. Вы присылаете их к нам на видео, и мы на видео раскладываем ту часть, которая в книге где-то недообъяснена или недостаточно понятна, или, или, или. И вот уже первые вопросы к нам поступили, и мы будем ввести уже запись на этой неделе с ответами. Поэтому, если вам интересно Друкарня инфодайвинга, если вам интересны наши книги, присылайте ваши вопросы, мы на них будем отвечать. Тем более, сюжетная линия, которая описана в книгах, там и черти, и смерти, и практики, и шаманские практики, и там просто такие жуткие вещи, когда ты какие-то вещи видишь из будущего, из прошлого и так далее. Это все есть, и это все психические процессы, которые протекают у каждого человека в подсознании. Если вам это интересно, задавайте вопросы. только в видеоформате. И видео можете присылать на номер плюс 375-29-699-47-38, либо в нашу техподдержку плюс 375-44-55-77-8-00 через любые мессенджеры. И еще одна обратная связь на этой неделе к нам пришла, когда мама увидела, как изменился взгляд ребенка, и ребенок фактически как будто он вернулся домой. У ребенка не было аутизма, но там было тяжелое заболевание, и мама когда-то сама развернула игру. Развернула игру, назвав ребенка одним именем, а потом, посоветовавшись с экстрасенсом, она дала второе имя ребенку. И вы знаете, мы всегда считали, что имена не влияют на психику никак, а оказалось на самом деле, что дав второе имя, часть сознания, выделенная часть, начала формировать отдельную личность. Под новое имя начала формироваться новая личность. И таким образом у ребенка начало формироваться две личности в психике. И это называется раздвоение личности дальше, и это уже психиатрия. И вот на определенном этапе, когда у ребенка возникли проблемы со здоровьем, у мамы возникли мысли на сей счет, она их вслух не выражала, но она всегда писала, когда обращалась к нам, в заявке два имени. И вот все-таки, подняв глубинные слои, нашли, как это отражается, убрали одну личность, и на сегодняшний день ребенок медленно, но верно, выходит из заболевания. Это не значит, что детям нельзя давать двух, трех, четырех имен. Можно. Если вы это делаете в раннем детстве и сразу даете, там, например, не Анна зовут, Анна, Луиза, Мария, Игнасия и фамилия, да? Пожалуйста. Но если вы добавляете каждые там два-три года по одному имени, да еще с каким-то ритуалом, то будьте готовы к тому, что те субличности, которые так присутствуют у нас в жизни, как автоматические реакции, зацепятся еще за имя и могут сформировать вообще отдельный персонаж в психике, и потом будут провалы в памяти, и потом будут поведенческие реакции, как при множественном расщеплении личностей. Это серьезные уже вещи, поэтому с именами будьте, пожалуйста, аккуратны. У нас уже такой опыт в работе был. Итак, еще у нас один ребенок идет в здоровую школу, в обычную школу. Ребенок будет, если раньше потолком мечтаний был класс ЗПР, задержка психоречивого развития при школе, то сейчас это будет обычная школа. Да, нужны будут занятия с нейропсихологом еще какое-то время, с логопедом, но в принципе благодарность от мамы мы уже получили, потому что Сашуня прошла комиссию ПМПК для определения нашего учебного маршрута, как пишет мама. И этот учебный маршрут пошел в обычную школу. Заметьте, сейчас много родителей, кто пишет о том, что они проходят медкомиссии, присылают нам, что детей снимают с ограничений, если был аутизм, ставят задержку психоречивого развития. А почему так? Потому что аутизм это диагноз без выхода. А задержка психоречивого развития это диагноз с выходом. И следующий шаг, когда диагноз задержка психоречивого развития меняется на диагноз задержка речивого развития, а диагноз речивого развития при работе с логопедом где-то в течение года снимается. И все, и ребенок идет в здоровую жизнь. И между аутизмом и выходом из аутизма всегда лежат еще дополнительные диагнозы задержка психоречивого развития, задержка речевого развития и выход. Поэтому, когда мы видим, что уже цепочка начала работать, мы понимаем, ступенечки на выход пошли. Потому что просто так был аутизм, диагноз без выхода, и тут врач такой приходит, зачеркивает и говорит, нет, такого быть не может, ожидать такого не приходится, потому что медицина говорит, этого не может быть. И дальше предлагается реабилитация, работа, 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 и дальше у родителей наступает выбор. И вот про этот выбор, играть в игру или не играть, мы сейчас немножко поговорим. Потому что у нас есть детки, у которых начинается движение вперед, достаточно яркое, и потом мы говорим родителям определиться, все-таки вы играете в игру в болезнь, либо вы начинаете работать над собой и двигаться на выход. И бьем мы по больным местам достаточно жестко, предлагая родителю измениться. И родитель тут же нам пишет, врет, я не могу, я уже сделал все, я так старался, я так работал, я там, я там, я там. И вот конкретный пример, я прямо сейчас, еще он не опубликован даже на сайте, по свежачку напишу. Не прошло и недели, как мы работали с ребенком и написали маме конкретно про оголенные нервные провода внутри, про злость, про обиду, которая ее подбрасывает как электрическим током. И когда у мамы внутри проходит вот этот разряд, у ребенка усугубляется псориаз. И нам уже заколебалось зачищать у ребенка псориаз, нам хочется, чтобы мама у себя вот это отследила и убрала. И вы знаете, неделю мама была в двойном восприятии, конкретно наблюдала за своими проявлениями. И прислала нам письмо. Здравствуйте, Наталья, по псориазу у Анечки на коленях и на локте очень здорово увеличивается здоровая кожа. Голова пока так же, на всех бляшках по телу есть здоровая кожа. Псориаз пошел уходить. После вашего сообщения я прям воочию увидела ситуацию, как реагирую я и как на это реагирует Аня. Почти неделю мне прямо шли такие ситуации. На какое-то время мне показалось, что Аня говорить стало хуже. Сейчас все уходит, учусь принятию и спокойствию. Огромная благодарность. А теперь смотрите, вот эти оголенные провода нервной системы у мамы уходят, и у Ани уходит псориаз. Это связанный процесс. Это неразделенный процесс. Точно такую же историю мы можем наблюдать, когда мама в психических расстройствах своих бросается на людей, обвиняя, что они такие, сякие. У мамы подавленная злость и агрессия на весь мир. При этом мама дает психотропные препараты ребенку, подавляя его центральную нервную систему. Ребенок вроде как овощ там какое-то время ходит, и мы говорим, мама, давай ты все-таки отменишь лекарства, уменьшишь постепенные дозы, уйдешь с лекарства и проработаешь себе вот эту часть твоего общения с социумом. И вот тогда мама начинает нам лгать и говорить, я сделала все, что могла. У нас на улице истерики были, но они не такие страшные. И дома он орал не так сильно. А тут прям ужас. И мы маму тогда припечатываем плавно и нежно к стенке. Надо же как-то выходить. А как вы видите выход? На лекарстве или у вас в голове? Врачи сказали, это приговор, и так и есть. Ну а если эти там дуры две, которые тут работают в Минске, помогут, это хорошо. А нет, значит, сделали все, что могли. Так, кому вы врете? Это вопрос к маме был. Вам нужен больной ребенок или здоровый? Вы определитесь. Налево пойдешь, одно развитие игры. Направо пойдешь, другое развитие игры. И выбирает мать, она будет здоровой или нет. И дальше мама пишет, что ей невыносимо, потому что истерики ребенка. Но при этом мама по агрессивности сама не уступает ребенку ни на шаг. И прикрывается лекарствами. Вот мы даем последние полтора года лекарства. Раньше мы без этого жили, а сейчас мы не выдерживаем, потому что они заботятся о себе. Родители врут себе и заботятся о себе, заботятся о своем спокойствии. И тогда на сцену выходит грубость. Я ей написала, перевожу ваше письмо в образы. Вот сижу я обосранная и надо помыться, но для этого надо подняться и пройти вонючее, найти воду, раздеться. Нет, это тяжело. Помойте меня так или так, чтобы я не поднималась. Если это невозможно, значит не судьба. Я же не могу помыться. Я всегда какала под себя и не так воняла. А теперь, наверное, лекарство перестало помогать. И маме показываю, видите, вот вы вот точно так же проявляетесь в отношении с ребенком. А еще через полтора года будем ложками вливать лекарства, а вонь не пройдет. И еще стыднее за ребенка будет. И вы знаете, когда вот так пишешь маме, зачастую мамы, видя вот эти яркие образы, начинают думать головой. Потому что именно подавленная злость, агрессия, выплескивание с криками, воплями, с попыткой укусить соседа, мужа, мать, родственника, кого угодно. Вот это проявление матери. И тут же ребенок отражает это своими припадками. И никак не наоборот. Всегда, всегда дети служат зеркалом родителей. И знаете, как тяжело двигать. Но если мы посмотрим вот эту данную семью, то полпути уже прошли. Раньше все было значительно хуже. И у ребенка были еще большие проблемы по физиологии. Сегодня физиология уходит на задний план. И на передний план выходит психика. Потому что на переднем плане психика мамы. Мама будет контрольной в голову. Держитесь. И еще одна новость. Когда берешь ответственность за свою жизнь на себя, в жизни случаются чудеса. И нам в очередной раз это продемонстрировала Елена. И она это описала в чате с мамами. И она прислала нам благодарности. Она нам писала про безвыходную историю. Когда они не могли поехать. И вот надо было всей семьей вакцинироваться. И они насиловали себя. Они хотели. И придумывали вот как себя подавить. И, и, и. Но на повестке дня. Как только их поставили перед выбором. Здоровье и счастье. Либо я подавляю себя. И я не реализуюсь. А тут еще и с реализацией завязана история. Вы о ней можете прочесть у нас на сайте ПопБай. Очень быстро, в течение 15 минут, развернулись события. Когда и вакцинация не нужна. И реализация начинается. И все меняется, как в сказке. И мама пишет. Я не могу понять, что все происходит по щелчку. Правильно. Потому что как только вы начинаете осознавать. И брать ответственность за свою жизнь на себя. У вас тут же включается другая линия развития событий. И если на той линии было невозможно без прививок попасть в отель. То на этой линии вам говорят не вопрос. У нас в отеле есть своя медицинская служба. Если на той линии вам говорили, что вас уволят с работы. И все, и вы будете бедным и голодным. То на этой линии вам предлагают. Слушай, давай откроем свой бизнес. Ты не будешь зависеть от этой работы. И пошло, и поехало. И этот выбор переключатель в вашей голове. И только вы определяете, по какому пути вы пойдете. А мы всего лишь как указатели ставим перед вами зеркало. И говорим. Смотри, ты вот здесь ведешь себя не как мужика, а как баба. А ты вот здесь ведешь себя не как любящая жена, а как склочница. А ты вот здесь проявляешься вот так. И кто-то может на нас обижаться и говорить, это не хорошие люди, они мне нахамили. А кто-то вдруг видит и говорит, да, я действительно так проявляюсь. И начинает менять свою жизнь, потому что он это осознает и начинает проявляться по-другому. И тогда идет переключение на другую линию жизни. Потому что ключевое проявляюсь, а это действия. Действия проявлены в материальном мире. Если вы их совершаете другими, то у вас и другой расклад событий. И на эту же тему сразу продолжу. К нам пришло сообщение. Я не знаю, что это за страна, наверное, Гонконг, но где-то оттуда. И прислала женщина. Когда-то, много времени назад, у нас была команда, мы работали тогда втроем или вчетвером. Ей делали консультацию. Ей было сказано, что по судьбе она не может иметь своих бизнесов. Ну, то есть она должна быть при мужа. Потому что ей как бы самой не дано. И она в это поверила, потому что она видела авторитетов в нас. И вот прошло время, и она была с нами на практикуме 100 глаголов. И на практикуме 100 глаголов ее впечатлили, ее реакция тела впечатлила собственного на определенные глаголы. И вдруг она осознала, как она выносит ответственность на авторитетов, как она приняла чужое мнение и как она ограничила себя и не начала двигаться в свое дело. Ровно через неделю после этого погружения, золотая техника 100 глаголов, ровно через неделю, первого числа, я проявилась по новому интересу, о котором даже и не думала. На погружении к этим глаголам она чувствовала внутреннее даже сопротивление. Но это была реакция физического тела. И дальше, как интересно жить? Да, потому что без реализации жить неинтересно. Когда вы обслуживаете просто своего мужа или своих близких, это не реализация, девчонки. Не обманывайте себя. Реализация – это когда и весь мир перед вами. И вы в этом мире звезда. И эта звезда в кайфе, в радости и в счастье. По сути дела, вы за этим пришли в эту жизнь. Мы в раю, господа, в раю. Так не делайте из него ада. Итак, и еще одна новость, которая сегодня у нас есть, это то, что наши клубы продолжают работать и летом. На каникулы ушли мы с Ириной Остапук, но мы потихоньку делаем консультации, потому что они продолжают поступать готовым. Готовим новые форматы обучения и пишем наши книги, готовим новые вставки из глубины по восприятию, как меняется восприятие из глубины. А наши клубы, которые ведет Татьяна Овсяникова и клуб, которые ведут наши Клепникова и Добудька, они классные клубы, да? Душа в иллюминаторе и Лови озарение. Здесь можно прийти, отзаниматься, потренироваться. Я так понимаю, клубы еще стоят, расписание у Евгения Волкова. Вы можете заходить на Сабришин и видеть, где идут занятия. Почему важно заниматься летом? Это тренировки, это привычка, это как в качалку. Если вы уйдете на два месяца и не будете заниматься, то потом придется начинать, придется шаг назад делать, потому что что-то не будет получаться, где-то вас унесет в активную игру, и как бы получится отступление от темы. Когда вы занимаетесь регулярно, на клубах по чуть-чуть, у вас идет к осени нормальная подготовка, а осенью у нас пойдет новая программа. Она пойдет из глубины. И, ребят, эта программа будет с допусками. С допусками первый курс будет называться «Деньги из глубины». Почему деньги? Потому что деньги – это цемент. Цемент – связка, которая связывает все параметры жизни. Поэтому мы с него решили и начать. И это та тема, где человек больше всего лжет. И самому себе, и окружающим. Это та тема, где свершается наибольшее количество подмен. Поэтому мы взяли, это одна из самых сложных тем на самом деле, поэтому мы ее взяли. И для людей, которые пойдут на эти глубины, нужна будет самостоятельная подготовка летом. Так как на Сабришине работает абсолютно автоматическая система, то есть вы заходите, и у вас для того, чтобы оплатить этот курс, необходимо будет, чтобы были куплены практики, то есть куплены, отработаны, у вас висит, что у вас есть открыт доступ туда. Это практики 100 глаголов из глубины, ценность себя, старт, деньги, отношения, здоровье, деньги, реализация кармы. Это 4 программы, без которых идти глубже не имеет смысла. Поэтому это на самостоятельную проработку. Вы вот это прорабатываете. Когда вы это прорабатываете, вы будете видеть, что это все курсы с разных глубин. Плюс это курсы, которые выталкивают в собственный бизнес. Это курсы, которые выталкивают в другое отношение к себе, к деньгам, к расточительству, к позволению и так далее. То есть очень многое из того, что вы заявляете в практике зеркала, здесь идет на прямую проработку, и вы видите мир уже через призму этого восприятия. Вы становитесь другими. И уже вот с этого восприятия можно будет пробовать войти в глубину. И почему я говорю пробовать? Потому что в первый день курса конкретно мы будем работать. Там будет, раньше мы называли это внутренней отладкой. Сейчас будет и коллективная работа, и где-то придется дергать индивидуально. Мы будем видеть, кому помогать. Я не думаю, что группа будет сумасшедшей. Я имею в виду по количеству участников. Во всяком случае ограничители сработают, и мы сможем людей за первый вечер помочь все-таки нырнуть в эти глубины. Но в данном случае уже требуется подготовка. Не имеет смысла идти в 3-4 класс, не зная алфавита. Просто тяжело будет учиться, и невозможно понимать то, о чем говорят. Поэтому эта тема остается у вас в самостоятельную проработку. 24-26 августа стартует новая программа, и раз в две недели будет выдаваться новый параметр жизни. Второй программой будет идти карма и род, потом будет идти здоровье, и потом дальше по программе вы увидите, когда мы это все распишем. Итак, у нас на ближайшую неделю выйдет еще два подкаста. На этой неделе один из подкастов будет про книги. Опять мы будем отвечать на ваши вопросы. И второй подкаст у нас будет образовательный. У нас будет образовательный формат, новый подкаст, когда вы сможете задавать вопросы про обучение. Мы все-таки решили стримы заменить подкастами, когда мы даем ответы на конкретные глубинные вопросы. Для тех, кто учится, это интересный формат. Опять-таки присылайте все на видео. В первом подкасте мы эти условия все вам расскажем. И небольшой совет на сегодняшний день, на сегодняшний понедельник людям, которые хотят быть счастливыми, быть успешными, быть, быть, быть. Посмотрите на себя со стороны. Практика двойного восприятия. Посмотрите на себя со стороны, как вы проявляетесь. Насколько вы... Вот говорите, например, я хочу иметь деньги, я хочу иметь свой бизнес, я хочу, я хочу, я хочу. А потом посмотрите, как вы относитесь. Вовремя ли вы приходите на встречи? Приходите ли вы подготовленными? Читали ли вы перед тем, как встретиться с человеком? Или изучали ли вы тот вопрос, который вы берете в обсуждение? И так далее. То есть, насколько вы уважительно относитесь к другому человеку? Насколько вы думаете о деле? Сколько вы внимания уделяете как раз-то тому вопросу, который волнует вас? Не с точки зрения его усугубления, как все плохо, а с точки зрения конструктивного решения. И вдруг вы можете открыть для себя, что вы ему не уделяете внимания, что вы опаздываете на встречи, что вы не готовитесь, что вы, что вы, что вы. А это все, господа, про ответственность. Так вот, пока ответственность не на вас, бизнеса, движение вперед, развитие не будет. Будет деградация. Развитие начинается всегда. Любого дела, любого движения, выхода из любой критической истории, выхода из болезней. Движение всегда начинается с взятия ответственности на себя. Всегда. И если вы начнете смотреть на себя со стороны и видеть вот эти моменты, сразу их осознавать и сразу их менять, вы сможете очень быстро стать просто счастливыми, успешными и жить жизнь в кайфе.